В эфире программа Автолайф и мы отправились на чемпионат России по ралли-кроссу, первый этап которого прошел где? В Рязани. Контакты, борьба, обгоны, масса препятствий на пути к пьедесталу и тем не менее хорошее настроение гонщиков. Все это можно наблюдать на каждом из этапов чемпионата. Этот автомобиль под номером 23 лидировал в завершающем отборочном заезде, однако на первом круге у машины отвалилось колесо. Какие эмоции вы чувствовали в момент произошедшего? Так, ну надо русским нематерным языком, да? Вот какая досада, обидно, но на самом деле я уже просчитывал варианты, где найти какие запчасти, как сообщить механикам, то есть я уже мысленно готовился к следующему заезду, а это финал. Роман Степаненко приехал на первый этап ралли-кросса из Самары. Его команда меньше чем за час должна была подчинить автомобиль. Сейчас заменят ступицу и вкрутят новые шпильки и проверят геометрию автомобиля. Если все в порядке, мы готовы. И с таким крылом рваным поедете? Нет, крыло, конечно, поправим. У нас есть специальный скотч для этого, поэтому все будет нарядно, красиво держаться. Думаю, зритель даже не заметит, что автомобиль побывал в аварии. Несколько человек работали над машиной одновременно. Такие ситуации можно считать стандартными в ралли-кроссе. Как и обещали, меньше чем через час машинка как новенькая и готова к заезду. После этого Роман одержал победу в финале на этом автомобиле, соответственно, занял первое место в классе Супер 1600 в первом этапе чемпионата России. Рязанцам в этот раз не удалось добраться до призовых позиций. Оба пилота выступали в самом массовом зачете в классе национальной. За победу боролись 22 участника. Рязанцев приключения также не обходили стороной. Очень много контактной борьбы, поэтому крылья бока точно гнутся. И подвеску регулируем, сбивается регулировки. А что вы такой грустный? Потому что у Алексея ломается. У меня старый. Я подустал. Все, чтобы не ломалось. А у вас не ломается? А мы стараемся, чтобы нас не ломалось. Станислав Евсенин в автоспорте уже 10 лет. Весьма хороший гонщик. И на прошедшем в начале мая традиционном автокроссе, посвященном Дню Победы, он занял первое место. Сам он называет свое пристрастие к автоспорту болезнью. Сам один ремонтируешь? Ну я все делаю. Как это? Вот если... С рожек до ножек. То есть вдруг, не дай бог, контакт, ты должен это разруливать сам? Да. Как это? Ну, потому что... потому что я не богатый. Автоспорт считается одним из самых дорогих видов спорта. Однако со временем пилоты могут начать работать в плюс, если сумеют показать достойный уровень подготовки, одерживать победы. В этот момент на них начинают обращать внимание спонсоры. У Станислава Евсенина есть все шансы на удачное развитие событий. Станислав едет очень хорошо, и у него, конечно, есть моменты по организации самой гонки. Может быть, как-то там подсказывать, когда произвести то или иное действие. Но для этого нужна рация в автомобиле, тренер. Ну, с тренерами у нас проблем нет. Конечно, ему нужно поработать с машиной, потому что, как бы, хорошо он не ехал. У него почти во всех гонках что-то случается с машиной. В ралли-кросс рязанские гонщики пришли из автокросса, поэтому сейчас они находятся на стадии развития в чемпионате. Проще к этим гонкам адаптироваться тем, кто имеет навыки вождения в кольцевых гонках, проходящих на асфальте. Тем же картингистам рулить легче, они хорошо чувствуют автомобиль и асфальт. Агравийных участков не так много, больше асфальт, поэтому, соответственно, они, как бы, навыков вождения по асфальту больше, соответственно, уезжают легче, привыкают. Чемпионат России по ралли-кроссу по регламенту должен проводиться на лучших автодромах страны. Автоспортивный комплекс «Атрон» был введен в эксплуатацию в 2015 году. Первым делом создатели автодрома задумались о трассе для картинга. Затем идея стала более расширенной и воплотилась в жизнь. Родилась идея сделать траекторию для дрифта, и потом еще сделали траекторию для... Добавили грунтовый участок, и получилась трасса для ралли-кросс. Еще в конфигурации есть трасса для кросса. Искусственно созданные участки с грунтовым покрытием в полном объеме дают пилотам ощутить все прелести гонок. Пыль, столбом, жара, очень душно приходится на старте. И надо включить даже, если сегодня плюс 30, то значит я могу даже включить и тепло себе. Зачем? Чтобы остудить мотор. А я в последнюю очередь. То есть, а вы будете при этом, да? А самое главное сделать выгоднее машине, чем мне. Кондиционеров в машинах нет, как и небольших отверстий для продува, поскольку в этом случае ухудшается аэродинамик автомобилей. Гонщики должны обладать сильной выдержкой, стальными нервами, крепким здоровьем и определенным характером. Здесь мы видим машинки, которые собираются выехать на старт. Наверное, гонщики переживают. Сейчас узнаем. Перед заездом какие чувства? Спокойствие. Нет волнения, страха? Ну, вроде уверенности. Уверенность? Да. А страх, есть волнение? Нет, все в порядке. Вы переживаете перед выездом или как? Конечно, переживаем. Все-таки переживает? Да. А то никто больше не переживает. Это просто никто не сознается. Ну, какие эмоции вот прямо вот здесь, вот сейчас перед выездом? Немножко волнительные, но очень настроенные по-боевому. Азарт есть? Ну, еще какой. Могу поделиться. Сильные люди, рвущиеся к победе. Среди них есть и совсем взрослые по своему мироощущению дети. Юные спортсмены также попадают в серьезные передряги. За рулем этого автомобиля, который, перевернувшись, сошел с дистанции, находилась молодая девушка Екатерина Бояринова, приехавшая на трассу Атрона из Смоленска. С ее здоровьем все в порядке, а автомобиль был удачно отремонтирован. И в финале Екатерина показала четвертый результат. Внутри каждой машины есть необходимые защитные механизмы, каркас безопасности, пятиточечные ремни безопасности. Он никак не даст вам вылететь никуда? Это абсолютно безопасность, да? Да. Очень серьезные аварии бывают и минимум повреждений, либо ушиб, синяк и всего лишь. В автомобилях установлена сетка на окне, предотвращающая попадание стекла на пилота в случае столкновения и огнетушитель. Самое главное без каких-то глобальных инцидентов, чтобы все остались живы, здоровы. Конечно, перевороты и всякие аварии интересны для зрителя, но для спортсменов и тем более для организаторов важно, чтобы это все происходило как можно более корректно. Поэтому, сохраняя здоровье и жизни, пилоты демонстрируют публике реальные спецэффекты. Ралли-кросс как раз и отличается тем, что здесь есть на что посмотреть. Трибоны полны людей, они все чаще стали выбираться сюда, поскольку погода налаживается. А наблюдение за всеми гонками, кроме русской дрифт-серии, бесплатно. Организация и погода, самое главное, не подкачала. Ага, малыш. Приобщается, да? Конечно. Как ему здесь? Да тоже нормально. Покушал, поспал? Да. Автоспортивный комплекс «Атрон» удобен не только для гонщиков. Он разрушает привычные стереотипы восприятия рязанских автогонок. Здесь зрителям с высоких трибун видно всю трассу целиком. А красно-речивый комментатор описывает происходящее в гонках события доступным языком. Замерзнуть или промокнуть под дождем болельщикам здесь тоже не удастся. Заезды можно наблюдать из помещений. Недалее, как вот неделю назад проведенный первый этап чемпионата России «Параллель Кросс» показал, что интерес у людей просыпается. И на трибунах, в общем-то, было достаточно количества зрителей. Стоянка была заполнена. Но все это бесплатно. Поэтому о каком-то доходе, о коммерческой составляющей проведения соревнований, ну, говорить рано, пока это более социальный проект, чем коммерческий. Ну, а что касается самого чемпионата России «Параллель Кроссу», следующие этапы пройдут в Казани, Воронеже и вновь в Рязани. Включение нашего города в чемпионат произошло два года назад, что дает возможность рязанцам развиваться. Очень быстро, интересная гонка. Да, у нас в Рязани появился чемпионат России, который, грубо говоря, наш рязанский. И рядом трасса, можно тренироваться, своя гонка. Стараемся, чтобы было все в нормальной кондиции у нас приведено, боевая готовность по машине, по всему остальному. А остальное уже стараемся, уже во время соревнований, что-то доделать, исправить. «Ралли Кросс» пришел в Россию примерно 10 лет назад, и Рязань весьма вовремя включилась в развитие этого направления. Промежуток в 8 лет, когда наши соотечественники не могли комфортно тренироваться, вскоре совершенно будет восполнен. К тому же, для участия в гонках подрастают и совсем еще юные рязанские воспитанники «Автодрома Атрон». «Автодрома Атрон»